Взять камеру, блядь Ужасный свет Ужасный Я даже не знаю, что сделать Блядь, а я такая ужасная Нет Нет? Вот там все хорошо Вот здесь полный Полный Всем привет Всем привет Всем здравствуйте Что-то самое явное здесь не так Жесть вообще Привет Всем привет Какой ужас Ладно Какие у тебя планы сегодня? Работать Работать с работой Пока не хочу Пока не хочу Уходить Походить Всем привет Нет? Ну с Элиной Ну честно По ощущениям Да Она хорошая девчонка Я не могу сказать, что Ну типа я это говорю искренне Она действительно хорошая девчонка Просто Просто непонятно Нет, я немного пью Так, мне кажется Если это будут болтать Конечно, нихрена точно не успели Но я никогда не успеваю В любом случае Нет, уже нет Ну смотрите В общем там ОК Телеграм-каналах Я проснулась от кашля В одиннадцать С чем-то Больше не смогла заснуть Ну и хорошо на самом деле Что я больше не смогла заснуть Ой Ну куда? Никуда Я никуда не собираюсь С поляны Не собираюсь уезжать Просто сейчас начнутся съемки Ой, с кожей у меня вообще беда Ну вот каждый день Каждый день съемки С часу тридцати И до вечера Ну смотря там Всегда по-разному заканчиваем Ну в целом В основном До девяти часов До девяти тридцати Где-то вот так вот Ну нельзя курить Нельзя ругаться Матом Я нарушаю Больше всех Кстати Правила В том плане Что я не могу Почему-то я очень У меня постоянно Вылетают маты Это кошмар Штраф Могут Вот как раз таки За те вещи Которые я сейчас Перечислила Нет Тут нет сценария Ты просто живешь жизнь Ну Есть моменты Там Могут что-то предложить Но ты вправе Всегда отказаться То есть Нет такого Что тебя там Что-то заставляют Никого Ничего не заставляют Заканчивается Тональный крем Это очень плохо Тогда идет Все Ведете Как в обычной Просто На обратение Ну Как в обычной жизни Да Вот Ну я правда Еще не как В обычной жизни У меня есть Вот это еще Знаете Ощущение Того Что Ну Типа Съемка И говорят Ну да Говорят Типа Обсудите Там Эту тему Бывает Такое Бывает Сами Начинаем Обсуждать Завтра Празднуем 20-летие Дома-2 Почему-то Постану С хвостом Я Постригла Челку Месяца Три Назад Наверное Или Уже Больше Не знаю И Я ее Не хочу Укладывать Вот Она висит Она у меня Очень сильно Телуши С распущенными Это Андрюша Писает Стория Я ее Поняла Мне 23 А как Проходят Записан Хвост День Просто Уфер Ну Если Ты Участвовал В каком-то Там Диалоге В каких-то Разборках То Ты идешь На синхрон Садишься На кресло И Тебя Задают Вопрос Что ты Чувствовал Во время Определенной Ситуации Какой-то И ты Рассказываешь Свои ощущения Эмоции Эмоции Жесть Не могу Выздороветь Как-то Почему Что со мной Прям Бесит Меня Мне кажется Упадет Влад Здравствуй Ты Волнуешься Когда Начинается Съемка Да Нет Я Волнуюсь Да Я не знаю Кто Я волнуюсь Мне кажется Садишься На шпагат Ну На поперечный Нет Не сажусь На правый На левый И то Ну Надо подрастянуться Вот вчера Мы садились На шпагат И Мы не растянулись Ну В итоге Как бы Села Но Села Не очень Домработница Что-то Там Неужели Всем Привет Мне кажется Я не сохраню Этот эфир Потому что Выгляжу Отвратительно Ну В зеркале Вообще Нормально Почему Здесь Что-то Со мной Не то Я Очень Самокритична С кем Больше всего Из девочек Мне Приятнее Всего Катя Горина И Ну У нас Очень схожее Видение Мира И вот Мы вчера С ней сидели Вечером Болтали Приятнее всего Катя Понятнее И Естественно Я забыла Как я могла Забыть Про Сашу Черно Очень Доброе Она Не знаю Почему Так много Хейтит Она Очень Добрый Человек Для меня Самое Важное Это Доброта Сидишь За Группой Трешак Оно Вроде Ну У меня Есть Все Группы Там Есть Одна Группа Где Прям Хейтят Что-то Выкладывают И Все Пишут Только Говно Там Нет Хороших По-моему Какая-то Группа Дома Два Кайф Я Прям Не Понимаю Что Там За Люди Какие-то Особенные Которые Прям Просто Каждый День Льют Какой-то Хейт Что В их Жизни Не Так Не Понимаю Нет По-моему Не Трешак В Трешаке Более-менее Комментарии Да У меня Квашня Имя Причем Знаете Я Вообще Я По Паспорту Квашникова Но Отчим Я его Называю Отцом У него Фамилия Коломыльцев И Я Всегда Говорила Везде Что Я Коломыльцева И Меня Все Знают Большинство Как Коломыльцева То есть Вот А не Как Квашникова И Когда Я Пришла На Дум-2 Зачем То Я Сказала О То Что Я Квашникова Ну Нахера Я Это Делаю Я Не Знаю Очень Хорошо Подумать Я Знаю Да Ку-кух Леша Я Вообще Не Кстати Ну Ладно Ничего Не Важно Я Не Могу Выздороветь Я Не Могу Выздороветь Всем привет С Андрюшей Никак Он Там За периметром Ездит Кого-то Там С Катей Вроде Начал Уморенный Как-то Там Какой-то Флирт Какая-то Общуха Короче Я Решила Для себя Что Все С Андрюшей Точно Не Вариант Хорошенькая Вы Что Прикалываетесь Я Ж Уши Спасибо Все Равно Мне Очень Приятно У меня Обзвоженная Кожа Очень У меня Закончилась Умывалка И я Умывалась Каким-то Детским Мылом Спасибо Мне Очень Приятно Я Люблю Когда Мне Пишут Хорошие Слова Не Так Приятно Реально Если Вы Знали Особенно Когда Находишься В каждодневном напряжении Вообще Я бытло Ну По факту Так Как Говорит Андруша Но Честно Есть Оно Как бы Есть Во мне Ну Это Можно Исправить Я считаю Так Так Что Да Ну Лер Я Правда Честно Я Начала Отслеживать Я Какие-то Обычные Вопросы Да Там Допустим Или Просьба Принеси Мне Крем Допустим Я Говорю Это С таким Типа Слышь Там Крем Принеси Мне Я не знаю Почему Что Суне Не так Я вроде Добрая Душа Почему Решила Пойти На Дом Два Серега Привет Почему Решила Пойти На Дом Два Потому Что Видимо Мне Просто Ну Как Захотелось Каких-то Новых Эмоций Я Даже Не знаю Если Честно Вот Реально Участники Угоняют Или Организаторы Вот Честно Я Ещё Сама Не Поняла Вот Не Поняла Я Можешь Прям Потанцевать Показать Какие Движения Господи Сейчас Точно Нет Извините Я Как Нибудь Попозже Все С тобой Так Спасибо Привет Серега У меня Сопли Потекли Я чувствую Это Вообще Нам Сейчас Не Нужно Время Срок Места У меня Есть Ещё 40 Минут Кто Был Подумать Вот Реально Я Сама Не Могла Подумать Оп Какое-то Там Видео В дом Работницу Выложили Я Уже Переживаю Настя Побитая Настя Со Мною Женская Она На Телефонах Она Постоянно На Телефонных Бладных Разговорах На В связи С кем-то Вообще Участники Голосуют Видимо Но Было Голосование Первый Круг Не знаю Можно Это Говорить Можно Было Много Голосов Против Насти Допустим Чуть ли Не все Проголосовали Но Ей Дали Иммунитет Настю Если Что Я Просто Говорю Как Есть Селиной Не особо Если честно Селиной Не особо Мне кажется Очень тихо Говорю Все Насян Можно Мне У тебя Попросить Ватную Палку Сейчас Ему Сейчас Пик Пик С Не ревнуешь? Честно, мне как-то похуй. Не знаю, почему мне похуй. Ебанутые. Настя, если что, я в эфире. Ну так, просто. А вот недавно с Черной не общался, весь коллектив против нее были. Это было только в эфире, в нем съемки так же, как в жизни. Все как в жизни. Ну, типа... Просто жизнь. Просто мы живем. Все. Мне это Ярика оставили. И поэтому вся мужская сейчас задыхается, блядь. Мне надо купить ватные палки. Чтобы в носу ковыряться. Так, ладно, все, без шуток. Давайте не будем... Давайте будем серьезными людьми, наконец-то уже. Продолжаем макияж. Блядь, я чувствую, ничего, блядь, не успею. Снова. Это Анастейшн. Наверное, тяжело, когда весь коллектив против себя, когда ты в милителе живешь. Наверное, больше в комнате одна сидела. Да нет, Саня, она уже сколько лет уже на проекте. Конечно, тяжеловато, но я думаю, что она уже привыкшая. Вот, касаемо Ярика, честно, наверное, не знаю, короче, не знаю. С Андреем даже... Вот честный? Нет. Не получается. Он орет на меня, блядь, как потерпевший. Все ему не так, что я говорю, что я делаю. У Андрюши, у самого, блядь, кухуха. Отлетевшая. Так он в этом никогда никому не признается. Правильно? Ой, блядь. У меня что-то голова кружится. Что-то мне как-то не очень себя чувствует. Как-то прям... Как-то прям не очень. Правильно. Правильно я тоже говорю. Один раз в месяц. Всем привет. Совсем я хорошая. Ну, честно, не... Знаете, есть напряжение просто какое-то с определенными людьми. Может быть, мне кажется. Я, знаете, такая вот очень у меня тонкая душевная организация. Я очень воспринимаю все очень колко. Очень обидчиво. Но я просто понимаю, что это такая некая позиция ребенка. Какая-то жертвенность. То есть, мне просто нужно вот такой вот... Я лучше не буду произносить слух, потому что мне кажется, что я много крашусь. Да, мне нравится. Мне вообще пофиг. Ты в эфирах часто красишься, потому что не успеваешь до съемок? А? Чего-то я ничего не понимаю. Ты в эфирах часто красишься. Ладно, давайте пропустим этот вопрос. У вас просто договор или как все? Так, ладно, это тоже я уже устала. С Элиной вообще никак, если честно. Так. Едем дальше. Как я устала болеть. Что такое? Что такое? Не, мне надо говорить, прости, за такой вопрос. А то мне аж неудобно. Мне 23 года. А, да. Потому что я не успеваю. Я поняла теперь вопрос. Я не успеваю, да. Да, я не успеваю. Я очень медленная, кстати. Я делаю все очень медленно. Мне не нравится быстро. Котенок, это ты мой гель переложила, да? Для умывания, для владельчиков? Нет. А кто? Зай, если честно, да. Только что говорила. Я один раз. Первый раз. Ты, пожалуйста, мой гель. Зай, я тебе... Я тебе... Я тебе куплю новый. Ты им попку, а я им лицо, блин. Ну, мне уже Катя купила, я попросила ее съесть. Да, пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Я не могу. Почему я кажу? С кем больше всех общаешься на проекте? С Катькой Гориной? С Сашей Черной? Все? Здорово, звезда. Здравствуй. 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 Сейчас расчешем бровки. Вот так наверх. Ну, кстати, они какие-то длинные. Это нормально вообще? Я не знаю, даже если честно. Так. Идем дальше. Дальше у нас хайлайтер. Вот такой вот. У меня был еще другой, очень красивый, но, блядь, куда-то... кто-то его спер. Мне это вообще не нравится. А брови не красишь? Крашу. С Селиной не было проблем на проекте? Ну, как сказать? Как сказать-то? Небольшое напряжение. С хвостом я... Потому что... А что, вам не нравится, да? Просто... Дело в том, что я подстригла челку сколько-то месяцев назад. И она у меня теперь торчит. Мне это жутко бесит. Мне это жутко бесит. Ну и, собственно говоря... Поэтому я делаю хвост. Доброе утро. Сейчас, слушай, не надо распускать волосы. У меня, да, у меня кератин на голове. Керосин? Кератин. Мне тоже очень нравится с хвостом. Я не понимаю, что... Короче, мне очень нравится с хвостом. Привет, муж и здоровый. Я ничего не буду передавать. Не хочу туда пришел на мой друг. Да, друзья? Почему? Ну, вот это... Я просто без него нормально слышу, что-то сделать. Уже сократился, сделай. Сейчас в тридцать. И до вечера. Вечера. Я Димычу. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю. Мне нравится? Как это было? Это идиот. Я не хочу вам, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. У нее, получается... Ну, обратно-то есть. Нет, все. Еще взял. Только. Угу. 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 Нежелательно. Нежелательно пользоваться телефонами. Так, у меня осталось 30 минут. Ёб твоё налево. Да, запрещают телефонами до сих пор пользоваться. всем приветики почему так тихо все спят и почему я сейчас выходила на кухню там был подляк, Игорь, Клава, Робушка просто... почему окна закрытые? потому что холодно на улице ты куришь? ну если честно то да к сожалению к сожалению да карандаш Екатерины шоколад я не помню как они называются электронки я не курю потому что я посчитаю что это хуже чем сигареты ну вообще до проекта я не курила большое количество времени где-то месяц я бросала но снова закурила и это очень плохо но как-то это создает иллюзию того что ты расслабляешься как-то отвлекаешься от негатива отпускаешь что-то я понимаю что это все полная херня так румяна хватит у меня это уже рыжее лицо что-то я не могу так разговаривать и красить мне как будто бы надо молчать что я делаю дальше брови ну да это правда если честно ну как будто бы здесь невозможно не закурить ой 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 элина ну не знаю сколько зарплата у вас я еще тут не знаю какая у нас зарплата и вообще ну об этом не говорят поэтому приходите и узнайте не стеснялась когда на лунном говорили что у вас была близость с Андреем ночью я сама это вынесла потому что нас заселили в отдельную комнату и я понимала что будут вопросы и ну как бы если ты будешь говорить нет тебе скажут что ты врешь поэтому я это сделала сама вообще я такой человек что мне не комфортно обсуждать вот такие какие-то интимные моменты но здесь как будто бы уже стало мне все равно я к этому начала проще относиться и почему-то кружка пахнет чесноком ужас и 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 Ну, и положила на место. Хорошо, что ты ничего не забрал. То я бы вообще умерла. А как ты там после тусовки? После заявки на проект тебя быстро позвали. И, знаете, мне быстро ответили после того, как я заполнила анкету. Но приехала я в итоге сама. Я очень долго пыталась записать... Это как его... Как это называется, Никит? Как это? Я забыла. Визитка, да, вроде так называется. Постоянно перезаписывала. Вот. И в итоге в один момент мне сказали, вот сейчас мы посмотрим билеты. Если есть, типа, вот полетишь прям... Это было перед Новым годом. Полетишь прям сейчас, типа, завтра точнее. Визитку, да. И в итоге никуда я не полетела. И прилетела я сюда сама. Если есть такое выражение... Если гора не идет... Я не помню, не важно. Если гора идет к... Если гора не идет к Магомеду... А, не важно, ладно. А еще у нас вчера, кстати, инкитос был интеллектуальный опять конкурс. Или как это, на иммунитет. Мы писали словосочетания. Какие правила там использовались, я не знаю. Но, конечно же, первое место Анастасия. Не помню ее фамилии, точнее, даже не знаю. А я второе. И, оказывается, умная. Даже не знала. Вот насколько я в себя не верю, что я заранее сидела и думала, что все, пиздец. Типа, у меня больше всех ошибок, а в итоге больше всех ошибок у Путляка. Даже не у Ярика. Даже Ярик там... Безграмотный ужас. Шучу, если что. Ты, да, ты бы выиграла. И дал бы мне иммунитет. Ну, или... Ну, не мне, конечно. Я понимаю, что себе. Как-то у меня что-то не так. С бровями. Китоз, ты опять приедешь с ранением на шеи. А я думала, что было... Это было неделю назад вчера в эфире показывали этот конкурс. Нет, у нас же как... неделя проходит, типа, задержка, короче, в неделю выходят эфиры, вот. И у нас был второй такой конкурс на интеллект. Представляете, у меня второе место. Я так рада была вчера, но я никому этого не показала. Ну, я была очень рада. Какую грузь планируешь делать? Честно... Честно... Как у меня всегда... Короче, был период, когда я думала о том, что я буду... Я полностью приму себя, точнее, я стремилась к тому, чтобы принять себя, вот такой, какая есть, какой меня создала природа. И... Да, но сейчас, если честно, я думаю, что я, наверное, все-таки буду делать грудь, когда появится такая возможность. Да, у нас на неделю отстают эфиры. Странно, думаю, конкурсы на ММТ проводят на неделе, когда голосование. Слушай... Ну, неделя-то прошла. Неделя прошла. Вышел эфир с тем конкурсом. Неделя прошла. Неделя прошла, неделя прошла. Короче, тити я бы сделала, да. Но я перестала... Я раньше вообще парилась, чтобы я вот так со своими вишнями вышла там куда-то, типа... Нет. Мне было очень стремно вообще, и я прям сильно не принимала себя. Но... Все изменилось. Я овен. Жесткий такой. Я реально жесткий овен. Короче, я принимаю себя вот с такими вот вишнюльками. Ну, пофиг мне, блядь. Ну, что теперь сделать? Мне вообще насрать. Ну, раньше я бы никогда была вот так вот. Тем более в эфир. 13.13. Время одинаковое. Знаете, о чем это говорит? Екатерина, ты была неправа. Спасибо большое. Ты сказала? Нет. Нет, ладно. Я сейчас все перевезу денежки. Вот, вот. Умывалочка. Потом скажешь мне, пожалуйста, что он... Я, если что, в эфире. А? Я, если что, в эфире. Я общаюсь. Вы просто представляете, в эфире типа, в акт? В дайбл. Ага. Главное, чтобы он тоже там. Все. Кто-то по профессии. Кем работала раньше? Я работала тиктокером. Как бы смешно это не звучало, но вот у меня есть в актуальных закрепленное 857 Паучит. Это команда моя. Мы работали на китайской платформе, пели, танцевали. Короче, в формате шоу. Вот. Это была моя работа творческая. До я работала в детском саду какое-то очень короткое время. Работала официанткой. Ну, такое как бы база, база. Почему ты... Это кто? Почему меня спрашивают? Зайна. Почему меня... Почему меня спрашивают? А кто меня спрашивает вообще, блин? Уходите. Не надо мне таких вопросов. Марат сам уехал. У нас были очень тяжелые отношения. Мне очень интересно, кто это спрашивает. Он уехал. Он сам принял это решение. Я не хотела, чтобы так было. Но... Блядь. Почему? Кто это? Сам Марат меня спрашивает, может быть? Хотя я думаю, что нет, потому что он на заработках. Он на заработках. А может быть и не на заработках. Я не знаю, что он делает. А кто... Можешь сказать, кто ты, типа? Мне просто интересно, кто у меня спрашивает по Марату. Где он сейчас? Он... Я могу только предполагать, где он сейчас. Но точно я... Не знаю. Когда с проекта уйдешь? А вы хотите, чтобы я ушла? Тогда, когда... Придет мое время. Уйти. Блин, мне теперь жутко интересно, кто меня спрашивает про него. Господи. Какой ужас. Я вспомнила. Не ужас мысль. Я очень хорошо к нему отношусь. 0,2. Это вообще для бровей. Но я рисую им губы. У меня еще есть... У меня еще есть... А где? У меня все здесь. А, вот. Шум. У нас темно, потому что... Кто ты там? Господи, я боюсь. Какой-то лебедь меня спрашивает. Это Марат, наверное, просто сам. По-любому. Марат. Почему у нас так темно? Потому что у нас темно, да. Не знаю, почему. Я ни хрена не успеваю. А Марат рядом с тобой? Если что, привет ему передавай. Ну, просто. Добрый привет. Добрый привет. У него здесь друзья. Я даже не помню, какие друзья. Все. Началась битва на выживание. Что, он рядом, что ли? Зай, пока. Вы всегда можете телефоном находиться? Нет. Не всегда. Зай, пока-пока. Глюкозы, девочки. Я не могу, я болею сильно. Мне интересно, что за... Кто это? Я уже боюсь. Спросите у меня что-то, пока есть время. Сейчас я уже через 10 минут уйду. Да, какой-то вирусняк ходит. Ой, привет, Зай. Ну, не очень, если честно. Болею. Эмоционально мне тяжело. Я вот такой нытик, да. Постоянно, для тебя, фокусируюсь на плохом. Почему такая реакция на бывшего? А, нормально, обычная. Я? Я боюсь. Что я боюсь? Ничего я не боюсь. В Хабаровск собираешься? Нет, не собираюсь. Привет. Привет, привет. С мой судьбой с незнакомой, конечно же. У вас, честно говоря, телефон выделен, не выделен. Ты уже привыкла к проекту? Ну, нет. Еще пока что нет. Еще пока нет. Мне интересно. Тут вот этот человек здесь есть сейчас? Мне просто реально очень интересно. который... Зря я, да, сейчас это говорю? А, ладно. Когда разрешен телефон. Ну, вот съемки заканчиваются, или когда не пишут, типа там диалоги никакие, ты можешь посидеть в телефоне. Но нужно всегда участвовать, быть активным, там, туда-сюда. Да. Я не могу. Мне кажется, я умираю. Не переживай. Я не переживаю. Ты можешь ответить мне на вопрос? Да, переборщил, потому что темно. Я сейчас... Ну, подоберу. Будешь новую стрижку делать? Вопрос. Нет. Я не буду делать новую стрижку. А, ты можешь? Ладно, все. Мне не интересно. Да, мне подошел. Очень хороший тон. Оп. Не знаю. Не знаю, мне пуфик, если честно. Мне вообще пофиг. Мне пофиг. Я ничего не успеваю, блять. Осталось 8 минут. Кто там? Кто там зашел? Никто не зашел. Он... Ладно, в общем, я ничего. Я уже... Красим глазки. Всем привет, кто заходит. Всем здравствуйте, друзья. Я вас очень сильно люблю. Реально. Вы очень крутые. Вы нереально крутые. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы со мной. Сейчас... О, глаз себе так мило. Мне, конечно, очень интересен один вопрос. А что страшного в том, что когда камера выключится, ты будешь еще краситься? Я буду продолжать, да, краситься. Конечно, я буду продолжать. Я здесь... Я постоянно... Я реально постоянно в эфирах. Я иногда так смотрю. Но знаете, некоторые моменты. Я постоянно стою вот так, около зеркала. Да, 2001. Первого Зурика. Или, мне кажется... Зурик? Зурику. Всем привет. Всем привет, друзья. Здравствуйте. О, да, привет. Привет. Блядь, сейчас буду ходить кашель. Я не знаю, чем кашель можно. Настя, знаешь, чем кашель можно заткнуть? Да я вот так уже, блядь, все эти сосачки съела. Мне ничего не помогает. Какой ужас, кошмар. Я даже постельку, кстати, не заправила. Ну, я же не буду, блядь, целый день. Много пишут поклонников. Да я не знаю, я даже не читаю, сейчас ни с кем не общаюсь. Как-то, что-то я вообще... Я, знаете, вот такая вот... Вот один мне в душу западет. И все, блядь. И я не вижу никого вокруг. Так, я не... И я такая вот... Ну, это правильно, наверное. Ренталгин. Ого. Так. Я, наверное, не запомню. Надо сделать... Блядь, телефон укрепить. Спасибо большое. Кто-то мне написал про таблетки. Ну, да, вот эти вот... Андрюша. Андрюша мне запал в душу, но он также оттуда и выпал. Он выпал оттуда. Больше Андрюши в моей душе нет. Я не знаю, это вообще было какое-то легкое помутнение разума. Зорика. Не надо писать тут такие вещи, а то люди все воспринят как за правду. Глюкозы. Кто-то там... Мне очень понравилась эта песня. Я ее пою, но я не знаю слов. Где-то я ее услышала, где ее, где-то я ее услышала. И почему я ее пою. Мне нет ответов на этот вопрос. Друзья. Заключила. У меня заключил эфир. Ребята, у меня заключил эфир. Ну, раз все выходят, наверное, у меня реально заглючило. Ну, сколько тебя смотрел человек? Ну, в целом, не знаю. Вообще 40. Не, порядок. Слава богу. Я очень, на самом деле, неспокойная. Я очень эмоциональная. Просто я по хуе. Поэтому я себя так веду. Вот те, кто меня знают очень давно, никто никогда не скажет, что я спокойная. Потому что это не про меня абсолютно. Понимаете? Мне нужна... Блядь, кто стыкнул, сука моя? Где? Где? Вот, а вот. Настя, отец, почему ты не ведешь прямой эфир, спрашивают? Я не знаю, я думаю, что не будет никто смотреть. Ребят, скажите, будете смотреть, блядь. Будут смотреть, Настя. Хорошо. Когда начнешь? Она начнет. Так что ждите, ребят. Оп. Белый лебедь на пруду. Ссылку можно ее... Настя, как твою ссылку дать? Я не знаю. У меня у самой нет ее инстаграма, на нее не подписано. Ты куришь? Я курю. Выходить? В смысле? Поговорила? Нет, пошли. Нет. Катя, у тебя один вопрос, я поговорю обязательно. Мне сейчас очень важно это. Мне очень интересно, что он ответит. Я спрошу, соберусь, я выдержу его. Мне само очень сильно интересно. Да, я в курсе. То есть, чем больше ты будешь говорить об этом, колдеть. Никто, успокойся. Нет, успокойся ты, пожалуйста. Потому что ты второй, третий раз уже это говоришь. Ну, конечно, просто не интересно. И ты говоришь вот тут вот. Никто, успокойся. Мне не нравится это. Никто. Я уже начинаю очень коктейль. Ну, ничего страшного. Что, ничего страшного? С Хабаровска, привет. Привет. Ну, пожалуйста, не боль мне в настроении. Я не хочу ругаться. Мне, пожалуйста, тоже не боль в настроении. Хорошо, спасибо, Зай. Иногда вот бывают такие вот истории. Так тоже бывает. Все, у меня теперь будет настроение по букву Хаблиц. Я очень такая... У меня тонкая душевная организация. Мне нельзя даже голос повышать. Нет, нет. Ни, ни за, ни из-за. Кхе-кхе-кхе. Да, но об этом никто не говорит. Я знаю, что об этом нельзя говорить. Да тут даже никто не спрашивает вообще. Никто, я не понял. Еще сто раз повторю. Я еще сто раз повторю. А очень странно, как-то это поведение. Как-то хорошо? Ну да, у меня что-то хорошо. Мне просто... Это очень важно. Мне кажется, то, что ты сейчас делаешь, это лицемерие. Лицемерие, потому что ты продолжаешь вот этого делать. Типа мы говорим о чем-то, о чем не говорим. Этащина возникает вопрос. Никто нас просил вот сейчас, после того, как ты очень много говоришь, вопросы будут. У меня зачем вопрос. Во-первых, вопрос, правда ли это было? Вопросы? Правда, такого, как сказать. Я тебе... А, то есть, у тебя уже такие вопросы. У нас вчера был другой разговор, Кат. Давай выйдем. Да, давай будем. Да, вот зачем ты сегодня?